Доброе утро, уважаемые трейдеры! Я рад анонсировать скорое завершение недельной торговой сессии, которая обещает остаться спокойной, без значительных ценовых потрясений. Я выражаю скромную надежду, что наш сегодняшний утренний брифинг окажется полезен кому-то кроме меня, мне-то, понятно, за него платят, и, по заведенной традиции, начну с анализа мировых рынков, с их крови нефти, с их плоти ведущих мировых экономик, с их центральной нервной системы финансовых регуляторов. Вам предстоит узнать мой сугубо субъективный, размытый и допускающий двоякое толкование прогноз на динамику валютных курсов. Ну и, конечно, красной нитью пройдет российский рубль. ФРС, ЕЦБ, Банки Японии. Первый вопрос, вопрос на миллион. Ждет ли нас продолжение наличествующегося восходящего тренда по нефтяным котировкам? Вероятно, что здесь, в этом тренде и сейчас в консолидации большую роль играют именно настроения спекулянтов в сравнении с объективными предпосылками. Объективные факторы, возможно, себя уже исчерпали. Рынок неохотно на них реагирует. Ну, например, недавно было объявлено о отмене 40-летнего эмбарго на экспорт нефти из США. И, тем не менее, после отмены эмбарго, фактически, экспорт нефти из США только уменьшился. Что влияло на укрепление нефтяных котировок? Растущий спрос со стороны Китая, который грозится стать ведущим импортером нефти. Также повышенный спрос в самих Соединенных Штатах. В том числе повышенная загрузка их нефтеперерабатывающего комплекса. Но мы все ждем судьбоносной даты 17 апреля. Встреча в Дохе, где заявлена уже не только страна ОПЕК, но и Россия также, возможно, выскажет свою сдержанную позицию по перспективам снижения объемов добычи нефти. Ожидается также Иран. А до 17 апреля, в ближайшие недели, ждать каких-то потрясений нефтяных котировок, наверное, не следует. Вероятно, что за всем, как обычно, стоит мировая масонская ложа, Ротшильды, Рокфеллеры, и они-то осведомлены лучше нас с вами. Они, крупные игроки, уже отыграли будущее договоренности в Дохе. Соответственно, мы видим колебания нефтяных котировок в относительно узком, в сравнении с предыдущим периодом диапазоне. Можно говорить о гипотетической поддержке от уровня 30 долларов США за баррель нефти марки Brent. И также можно предположить, что, начиная от уровней 45 долларов за баррель, нас ждут, возможно, новые локальные максимумы и отскок от сформировавшегося сопротивления. Вероятно, что крупные компании-игроки рынка на этих уровнях будут закрывать в профите свои лонги. Если говорить о нефти, речь идет о котировках, в которых также участвует доллар США. И доллар США, хоть и не является главным триггером высоковолатильных нефтяных активов, но, тем не менее, оказывает свое влияние на этот тренд. Доллар США сейчас, если рассматривать его индекс, если рассматривать его цену в мультивалютной корзине, продолжает свое снижение с начала года. Для этого есть объективные предпосылки. Снижение стоимости доллара, оно идет на фоне периодических заявлений главы ФРС США Джанет Йеллен о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. Эти заявления, эта политика стимулирует. Фондовый рынок США, в частности, можно считать последствием такой стимуляции некое увеличение, громко сказано увеличение, сохранение количества рабочих мест и уровня безработицы. Инвесторы, которые расслаблены такими вот анонсами, такой политикой ФРС, видимо считают маловероятным повышение процентной ставки в апреле, потому доллар плавно продолжает снижаться в цене. Для уровня безработицы, для количества рабочих мест, для этих фундаментальных показателей совершенно очевидно, есть благоприятный фон. И, несмотря на то, что сегодня, как обычно по пятницам, нас ждет публикация важных показателей из нового света, какого-то откровения, какого-то серьезного ценового скачка я не предвижу. Но дело в том, что есть предварительные данные, и предварительные данные позволяют сохранить оптимистичный настрой. В 15.30 нас ждет публикация уровня безработицы по Москве и количество рабочих мест вне сельскохозяйственной сферы. В 17 часов нас ждет индекс деловой активности АСМ. Но, с другой стороны, опять же, если условится, что та самая теневая ложа уже отработала эти еще не опубликованные данные, чего можно реально ожидать, что можно прогнозировать. Если взять прошлую публикацию данных по безработице за март, мы увидим, что данные совпали с ожидаемыми, реакция была нулевой. В феврале данные вышли чуть лучше, чем ожидалось. Но, в целом, рынок игнорирует все эти новости. Да, час, максимум два повышенной волатильности. Незначительное, незначительное укрепление доллара по отношению, например, к евро. Даже в случае, если трейдеры, инвесторы ошиблись с прогнозом и будет опубликован несколько отличный от запланированного показателя, ожидать какого-то существенного ценового скачка не приходится. А для меня лично болезненные вопросы, в первую очередь, курс российского рубля. Российский рубль демонстрирует, ну, к счастью, к моему успокоению, восходящий тренд. Но для этого восходящего тренда, вероятно, есть свои причины. И эти причины, прежде всего, стоит искать в мировой конъюнктуре, в ценах на энергоносители. Я сам подсчитал в Excel и увидел, что корреляция между курсом нефти марки Brent Ural's и курсом российского рубля по отношению к доллару порядка 63% за последние месяцы. Другие факторы, которые влияют на курс российского рубля, это, прежде всего, сама американская валюта. Потому что мы говорим не о рубле в целом, а в основном о паре доллар-рубль. Ну, есть, конечно, влияние, собственно, отечественных факторов. Кроме нефтяных котировок есть политика, проводимая Банком России. И есть светлые головы в администрации президента, которые, наверное, отталкиваясь от индекса Биг Мака, считают справедливой цену в 23 рубля за доллар США. Это были бы чудесные времена, но пока они не настали, даже эти экономисты считают, что было бы неплохо сохранить колебания курса рубля к доллару, точнее, доллар к рублю, в коридоре 60-80 рублей за американский доллар. С этой целью Банк России даже грозится предпринять незначительные валютные интервенции, на сей раз с целью ослабления национальной валюты. Но пока что рынок не боится этих заявлений, пара доллар-рубль продолжает снижение, и я персонально сохраняю умеренный, оптимистичный, бычий настрой. Другие факторы, влияющие на рубль. Это ключевая ставка, что сохранена на уровне 11%. Мы все ожидали решения по ключевой ставке, и очевидно, что ее сохранение обусловлено не только ценами на энергоносители, но в первую очередь небольшим ростом ВВП. Пересмотр ставки в ближайшее время, наверное, маловероятен. Но в то же время, при всем моем умеренном бычьем настрое, я вижу риски. Я вижу риски в периодически расширяющемся санкционном списке. Я вижу риски в труднопредсказуемой политике российского регулятора. Я также вижу риски в сохраняющейся неопределенности по ценам на энергоносители. Поэтому, несмотря на среднесрочный прогноз на укрепление российского рубля, все же я считаю весьма вероятным очередное тестирование уровня 70 рублей за российский доллар в перспективе, за, пардон, за доллар США в перспективе ближайших недель. Европейская валюта в свою очередь подчиняется законам экономики, но не подчиняется мерам регулирования предпринимаемым ЕЦБ. Но, собственно, понижение процентной ставки, увеличение объемов количественного смягчения, все это для евро как слонодробинка. Недавние заявления регулятора о осторожности в применении, например, практики понижения процентной ставки, они обусловили вчерашний рост пары евро-доллар до уровня 1.14. И даже самый простой технический анализ моей индикаторы я сам сочинил немало индикаторов, многие даже запрограммировал, но показывают они все куда-то не туда, поэтому еще ни один индикатор не назван моим именем. Тем не менее, они показывают возможность высокую вероятность повторного тестирования годового максимума сегодня, в пятницу. Валютная пара евро-доллар становится настолько предсказуемой, настолько легко прогнозируемой, что невольно ждешь какого-то подвоха, какой-то подлости. Я иногда, чтобы посмеяться, перечитываю старые прогнозы, прогнозы со стороны, например, сделанные по паре доллар с виси, сделанные 15 января прошлого года, как раз накануне беспрецедентного падения на 2000 ценовых пунктов в течение считанных минут. Пытаюсь вспомнить, как они звучали. пара доллар-франк продолжает восходящее движение, наши цели уровня сопротивления в районе 1.02 и тому подобное. Ну, конечно, я ничем не лучше тех аналитиков и точно так же могу прошлепать какой-нибудь очевидный ценовой триггер. Вот только по паре доллар-франк эти очевидные триггеры отсутствуют. Швейцарский франк навряд ли продемонстрирует нового черного лебедя, но там вообще лебедей ждать не приходится. Национальный банк Швейцарии уже практически не вмешивается в процесс укрепления собственной валюты и его регуляции минимальны. Стоит посмотреть прежде всего на пару евро швейцарский франк который топчется в узком диапазоне. Все же в еврозоне сохраняются проблемы связанные например с наплывом беженцев. И на этом фоне японская иена в какой-то мере остается валютой бежище. Все попытки банка Японии стимулировать инфляцию пока не дают заметного результата. Ходят слухи о том, что прогноз по инфляции японской иены этот прогноз сейчас понижается. И японская иена по отношению к доллару США консолидировалась в узком диапазоне, но все же с учетом ослабления американской валюты можно допустить, что японская иена все-таки поддается манипуляциям со стороны Банка Японии. Но я сам надеюсь, что не стал жертвой манипуляции со стороны теневых финансовых воротил, что нарисовал себе и пересказал вам объективную картину предпосылки формирующихся валютных трендов. Остается только пожелать вам, уважаемая аудитория, спокойного, прогнозируемого завершения недельной торговой сессии. Попутного вам тренда. Покупайте дешево и продавайте дорого на четких торговых рекомендациях нашего ведущего аналитика Артема Деева. Их вы можете найти на нашем сайте emarkets.org Оставайтесь на нашем канале. Спасибо вам большое за внимание.